Приветствую вас, Аноним, и с вашего позволения выскажу свое мнение по поводу вопроса, который вы задали. Дело в том, что ваше желание узнать, насколько профессионален специалист, к которому вы собираетесь обратиться, достаточно естественно и нормально. И безусловно, вам при запросе обязательно человек покажет свои достижения, это образование, это сертификаты, грамоты и так далее. А как правило, в кабинете у этого человека все эти, как бы сказать, документы находятся в свободном доступе, в свободном обозрении, и вы можете сразу их увидеть и сразу оценить человека. Но, есть одна деталь, которая, вот, не была озвучена моими коллегами, в ответах, к которой я был, я бы читал, и я бы хотел вам об этом сказать. Дело в том, что какой бы профессиональный человек ни был, каким бы хорошим специалистом он ни являлся, выбор психолога, очень тонкая работа, очень тонкая, очень деликатная процедура. И человек, если вы с ним работали, начали работу, видите, что он профессиональный, но по какой-то причине он вам не подходит. Потому что очень много насчитывает от личности психолога, от его особенностей индивидуальных. И поэтому первые сеансы, которые проводятся специалистами при очном режиме, это всегда, первые сеансы, это ознакомительные, доверительные и так далее. То есть, что происходит? Вы привыкаете к голосу человека. Вы устанавливаетесь с ним психологический контакт. Вы устанавливаете доверительную связь между человеком. И если этого по какой-то причине у вас не происходит, то есть человек не вызывает у вас доверия, не вызывает расслабленности и так далее, это значит, что это не ваш специалист, не ваш психолог. И это не означает, что он не профессиональный. Это не означает, что у него есть какие-то недоработки, или что он недостаточно компетентен и так далее. Нет. Это означает, что просто вам этот человек не подходит. И придется искать другого. Тогда, конечно, вы можете работать с этим, если для вас подобные вещи не столь принципиальные. Но тогда можно сказать, что работа будет, ну, скажем так, не совсем эффективна. И поэтому, говоря о том, как выбрать вам специалиста, я бы рекомендовал обращать внимание не только на его свидетельство об образовании и о том, насколько профессионально он подходит своему делу, но еще и за то, подходит ли он лично вам, как вы лично с ним себя чувствуете. А для этого необходимо провести первый сеанс ознакомительный. Как правило, если специалисты грамотные, они первые сеансы проводят в удешевленном режиме, то есть, чтобы человек ознакомился, чтобы человек, как бы, понял, кто перед ним, готов ли он с ним работать и так далее. Поэтому вам, только кроме как практикой, кроме как методом проб, выбрать специалиста не получится, потому что даже если вы будете смотреть на отзывы своих знакомых, то может получиться так, что вот вашим знакомым этот человек подошел и показался хорошим профессионалом, идеальным профессионалом для них, а вам бы к какой-то причине он не подошел. И вы, соответственно, испытаете разочарование, потому что ведь отзывы ваших знакомых, они способствовали тому, что вы сами рассчитывали на положительный разочар. А он, оказывается, может оказаться другим. Поэтому я бы все-таки рекомендовал вам обязательно попробовать, вот, в ознакомительном порядке, пообщаться со специалистами, которые у вас есть, которые имеются у вас в вашем распоряжении, в вашем доступе, и посмотреть, кто из них будет вам наиболее симпатичен, именно вам, по вашему личному восприятию. И вот тогда уже делать выбор относительно того, работать с ним или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Пока. Всего доброго и до... Субтитры сделал DimaTorzok